4 сентября 2021 года Шри Шиман Бхагаваттинанта Ван Агасай Махрач. Так, утренний класс в Бразилии, город Итажай. Итак, я попросил сейчас процитировать этот стих. Савайпум самп, парадхармо. Шлотка из Шиман Бхагаваттин. Савайпум самп, парадхарм, парадхарм, парадхарм. Итак, этот стих процитировал Сута Гасвами Пат. Шриман Бхагаваттам Катхамритам. Шриман Бхагаваттам Катхамритам. Шриман Бхагаваттам. одвешено. Несмотря на то, что было очень много различных кальп, Шриман Бхагаватакадха является вечной, трансцендентной. Она была уже с начала творения, потому что Бхагаватакадха вечная и трансцендентная. Если они не слушают, то почему? Если они не слушают, то я... Гурю Деву объясняет этот вершин из Бхагатана. Саба и пунса пара дармодятобатирадоксаде Этот вершин говорит Супрасидати Супрасидати или санпасидати На самом деле, есть одно значение На самом деле, быть счастлив, да? Сатисфазить, да? Санпасидати 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 Ђаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ааааааааа Продолжение следует... 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 Кришном, Пангом, Душа Кришном, Сумедаш, то есть означает тот, кто является разумной личностью. Вактивна Свами Махарадж сказал, вы должны стать джентльменами. То есть вы еще не джентльмены. Вы должны стать джентльменами. То есть вы не джентльмены еще. Да, вы не джентльмены. Когда вы будете совершать бхаджану садхану Кришны, тогда вы станете совершенным джентльменом. А если вы не совершаете бхаджану садхану, не воспеваетесь в джентльмен, то вы не джентльмен. Понимаете? Переводи на португальский. А первое, что вы не чинили в течении это неизвешеного, как на этом? Причина варна натошаха Кришна. В таком случае, что люди с Суммедашарой им покинут с Замом издоров в Сан-Середикай Ну и что означает Суммедашар? Ну и что кто-то очень, сильный и соприк Или даже как выразященый. В самом деле, человек. И что-то нет другого и как-то не savez В пример Стивасом и Махараде На самом деле, какое-то неожидание Я, кто я? В наших ведах говорится, что вы должны стать, в первую очередь, человеком, мануши. Это означает, кто такой человек? Две руки и две ноги – это еще не человек. Человек означает тот, кто совершает баджана и садхана по отношению к Господу Вишну. Это совершенный человек. И он следует четырем принципам. Животные не следуют четырем принципам. Они даже не знают, что это такое. Есть, спать, обороняться, размножаться. Это действия животных, действия присущие животным. А человек, разумный человек, почему я объясняю это? Кто такой разумный человек? Джентльмен. Тот, кто совершает баджана садхана по отношению к Господу Шри Хари. Таков долг садху, когда вы проснетесь, садху должен проводить огненное счетоприношение. Ягью. А в Кали-югу. Лучше ягья – это нама санкиртана. Потому что в этом стихе очень ясно объясняется. Санкиртана ягья. Здесь используется такое слово су-медоша. Су означает красивый, совершенный. Медоша означает разумный. Сумедаша Сумедаша Обо условные души думают, что сумедаша что джентльмен – это значит, кто очень хорошо кушает, красиво одевается, он богатый, у него много денег. Что это джентльмен? Но это не так. В наших писаниях объясняется, кто является совершенным джентльменом. Тот, кто совершает заданную и баджан по отношению к Господу в Ширии и Хари. Многие материалисты думают, что это как кавалер, человек, который имеет свой мод, но она будет себя чувствовать, будет жить хорошо, она будет выглядеть, элегантно, красиво. Но, в самом деле, не. А действительно, что, о правильном джентльмене, является человек, и он любит. И, в случае, когда он говорит, он был в руке, и, о своем роде, Одна свинья пришла к юристу. Есть два вида людей, которые седают себя сливками общества. Кто это? Доктора, медики и юристы. Так это или нет? Доктор, доктора и юристы считают себя сливками общества. Потому что если вы доктор, вы можете заработать много денег. А если вы юрист, то вы также можете заработать много денег. Понимаете, если вы судья, адвокат, то вы можете заработать много денег. И люди считают, что тот, у кого много денег, он считается джентльменом. Все, так что, вы можете заработать много денег. Так что, однажды, одна свинья пришла к юристу. Так что, через неделю, другой порог. Ты такая глупая. Только лишь ешь и испражняешься. Ты знаешь, что я джентльмен. Я являюсь сливками общества. И тогда эта свинья спросила, ну хорошо, да, ты джентльмен. Почему ты считаешь себя джентльменом, что ты богат? Эта свинья спросила юриста. И тот ответил, ты знаешь, у меня столько денег. Я кушаю с прекрасной тарелки изысканную еду. Я сплю на царской кровати, на кровати царских размеров. Как хирани кашипу. Понимаете? Каково значение хирани кашипу? Кашипу означает golden bed. Тот, кто всегда ищет, как поспать на очень мягком ложе. Сестра говорит, что такой человек считается демоном. Я никого не критикую, но в шестрах говорится, каково значение хирани кашипу и хирани акши. Кто такой хирани акша? Опусти маску. Бред, она говорит, акша означает глаза, хирани означает золото. Тот, кто очень жаждет смотреть на золото. Ну хорошо, в магазине тоже много золота, можно посмотреть там. Какое значение? На самом деле золото, если у вас есть золото, там, где золото, там находится Кали Махарадж. Будьте очень осторожны. Я не критикую, но в шестрах так говорится. Вы можете подумать, о, если у меня будет там золотое кольцо или золотое жерелье, я ничего не говорю, но в шестрах говорится, там, где золото, там находится Кали Махарадж. Поэтому, насколько возможно, вы должны избегать золота. Итак, хирани акша. Что это значит? Он говорит хирани – ору, и акша – олю. Левото говорит, что он всегда смотрит на золотое. Я говорю, что я понимаю, что это как будто бы на витрине, и у меня все смотрят на золотое. Это ведь по-зд Blind об этом, на самом деле это, по-другому в confident store Shine в Ору. Соответственно, хотя бы у тебя в этом случае торжее, 향 запевち gid 800 долларов. حم000. Насколько это возможно, не используйте золото. Не используйте золото. В шестрах говорится, что там есть золото, там кали махарач. Городево говорит, что на самом деле, если вы используете золото, то есть кали махарач. Я говорю о бакбе. Бакбе говорит, что в локации калии есть четыре принципа. Это где есть сексо-илисто, где есть матанцы с анимацией, где есть интоксикация, где есть джагатина и где есть овощ. Это это бакбе. Вот есть катафон для вас. Еще одна вопрос. Почему во время свадебной церемонии используют золотые кольца? Ну, колечко золотое, ничего страшного, но если, например, человек много носит драгоценностей золотых. То есть, если много золота, человек на себе носит, тогда проблема. И на самом деле, вот эти кольца, они были предложены Господу Вишню. Даже, то есть, когда вы устанавливаете храм, то на вершине, на куполе, необходимо... То есть, необходимо установить на вершине вот этого храма, на куполе, во время установления храма устанавливается золотой горшок. Это олицетворение Господа Вишну. Вы говорите, ну вот во время свадебной церемонии, там дают золотое колечко. То есть, ну, одно кольцо, ничего страшного, то есть, ну, такое, как будто это позволяется. Потому что, шестра говорится, Кали Махарадж спросил Парикшит Махараджа, дай мне четыре места. Тогда Парикшит Махарадж дал ему четыре места. Что это за места? Дутам означает место, где играет в азартные игры панам. Это интоксикация. Это вино, алкоголь. Это место Кали. Стри? Незаконный секс. То есть, если не поженились, ничего не было, никакой церемонии, но занимаются глупостями. Или, например, если поженились, но целуют другую женщину. Это все глупые действия. Когда Махарадж сказал Парикшит Махарадж, четыре места квалификации. И Парикшит Махарадж дал четыре места. Дутам означает, что есть места, где есть апостасы, жога, жазар. Панам. Панам означает, где есть кое-класса, где есть алкоголь, но не только это, все эти интоксикации. И, также, стриа, значит, что есть ассоциация или инвестирующие в отношениях. То есть, если вы другая женщина если вы не будете ходить с тёмным человеком и не работаете с людьми или не чёт они скрип notions resolved быああ дела теперь и несутına струб 시к key может быть и с одной женщиной. Ашуна означает живхимса, убивать животных, убивать любой живой существо, пранята махапап, то есть убивать животных считается грехом. И тогда Кали Махарадж вновь попросил Парикшет Махараджа, дай мне еще какое-нибудь место. И тогда Кали Махарадж вновь попросил Парикшет Махараджа, дай мне еще одно место. Кали Махарадж вновь попросил Парикшет Махараджа. И какое место ты мне дашь? То есть там, где золото, там я буду находиться. Понимаете? Поэтому, насколько это возможно, Шастра говорится, вы должны стараться избегать золота. Читайте Шримад Бхагаватан, там очень ясно это объясняется. Не думайте, что я кого-то критикую, кто носит золото, это не моя тема. Но я должен говорить то, что описывается в священных писаниях. О чем я говорил? Так, мы говорили хиранякши и хираника шипу. А, вот эта история, как вот свинья спросила юриста. О, ты, это сливки общества. Тот ответил, да, у меня столько денег. Я являюсь сливками общества. И тогда свинья сказала, ты не будешь лучше, не будешь. на свиней. Юрис ответил, почему? То есть я вначале ем. Юрис сказал, я ем такую вкусную, изысканую еду. А ты ешь испражнения? Ты бесполезна. Ты бесполезна. Почему ты сравниваешь себя со мной? И свинья очень смиренно сказала, Юрис, послушай, ты такой разумный, поэтому ты поймешь, ты не глупый, ты же разумный, ты сможешь понять. Что же там? И свинья сказала, послушай, я ем испражнения, это правда, потому что у меня тело свиньи, поэтому в соответствии со своей природой я поедаю испражнения. Это человек. Ты ешь вкусную еду. И свинья продолжила. Да, я ем испражнения, не надо спонтанно, но я не грешу при этом. Просто иду к канаве, там тоже за храм канавы проходит, проходит. И просто ем то, что там течет. Но я не грешу, не совершаю греха. На самом деле, я не делаю ничего плохого, когда я делаю это. Я не делаю ни греха. Я не делаю ни греха, ни греха, ни греха, ни греха, ни греха, ни греха. Но ты, юрист, как ты зарабатываешь деньги? Честно, скажи мне, эта свинья спросила этого юриста, скажи мне, откуда ты берешь деньги? Ты совершаешь грех или нет? Нет, нет, никакого греха я не делаю. Послушай, ты лойер, лайер. На английском значит обманщик. Те, кто юристы, они всегда лгут. Они могут говорить правду. Если приходят преступники и говорят им, сделай так, чтобы я вышел или сбежал из тюрьмы. Один человек взял денег у другого. Но он не смог заплатить, отдать обратно. Он был очень бедным. Поэтому не смог отдать обратно этот долг. И что произошло? И тогда этот человек, он нанял адвоката, первый, у кого заняли, нанял адвоката. Вот он взял денег, но не отдает обратно. То есть этот человек нанял адвоката. И адвокат сказал, не волнуйся. Дэми, тыс. Тысяча реалов. Ну ладно, десять тысяч реалов. Ну, адвоката, они нормально запрашивают. Сколько? Сто. Сто тысяч. Сто тысяч реалов. Хорошо. Я отдам тебе. Но только если я выиграю дело, я тебе заплачу. И адвокат сказал, послушай, если судья будет у тебя что-то спрашивать, ты просто отвечай. Вот так вот. Как осёл, начинай там. Сдавать звуки, как осёл. Как если боди. Макабра. Когда настал день суда, судья спросил, «Эй, ты занял денег у этого человека?» И тот по сторонам начал смотреть и начал вот такой звук издавать. Ослиной. И судья прикрикнул, «Эй, а ну-ка говори, иначе я накажу тебя». Ты так мокрау за бесыка как? Ты занял денег у этого человека? А-а-а. Ме, ме... И сегодня я подумала, по-к как ему что он этоё, так делает? Вообще безумный. Посмотри, вот справка из больницы. Много лет он был сумасшедшим, поэтому как он мог вообще занять денег у другого человека. И адвокат, он очень разумный, то есть вначале он купил справку у какого-то доктора, там было написано, что этот человек, он психбольной, ментальные проблемы. Сейчас многие приедут и делают вот это, вот у меня с умом не очень проблемы, доктор выписывает справка у ментальные проблемы, потом они идут в администрацию, и правительство выписывает им, начинает выплачивать какие-то деньги, то есть помощь. То есть не надо работать ничего, только вас превосходят имена. И при этом получаешь 500 фунтов. И правительство даже еще бесплатный дом выдает, еще при этом платят 500 фунтов стерлингов. Но я говорю, чтобы вы не обманывали правительство. И этот адвокат сказал, посмотри на вот эту справку, то есть это человек уже больше 50 лет больной, у него ментальные проблемы. Поэтому как же он мог занять денег, а как тот мог дать ему денег. И тогда судья выписал, все, ладно, он сумасшедший, поэтому закрываем дело. Тогда тот вышел, вышел сюда, и тогда адвокат попросил этого человека. Так, все, теперь выплативай, плати мне 100, ну ладно, 100 тысяч с риалов. Ну ладно, 10 тысяч, 10 тысяч риалов. Ну ладно, 10 тысяч риалов. Ну ладно, 10 тысяч риалов. Адвокат, попросил его, и это не было 100 миллил. все у своего клиента. Все, ты выиграл дело, поэтому плати мне мои 10 тысяч реалов. А клиент повернулся к нему и так же заблел, как ослик, оре, нет, деньги, деньги, плати. А тут все вторил меми. И адвокат ничего не мог поделать, потому что судья уже выписал, как бы, сертификат свой приговор, что этот человек болен. Поэтому иногда адвокатов также обманывают. Это долг адвоката. То есть, правду они выворачивают наизнанку. Все в ложном противоположном свете представляют. Если вы лучший адвокат, это означает, что вы лучший лаер. На английском значит обманщик, лжец. То есть, если вы будете говорить правду, тогда вы не сможете заработать денег на такой профессии. Это правда или нет? Они смотрят, ищут в законодательстве определенные уловки, как обойти закон. Понимаете? Поэтому мы говорим, что лоер, адвокат означает лаер, обманщик. Итак, Соня также сказала, смотри, ты лжешь, и таким образом ты зарабатываешь деньги, поэтому это грех. Поэтому ты не лучше нас, не выше нас. Сон. И этот адвокат сказал, ну тут ты ничего не можешь сказать, я сплю на прекрасной, роскошной кроватке царских размеров, как хираника шапу. Но свинья сказала, нет, ты даже не можешь глубоко заснуть, погрузиться в глубокий сон. Если у человека много денег, то он всегда боится, что придут разбойники, ограбят и убьют его. Поэтому ты не можешь даже спать спокойно. Если у человека много денег, он не может погрузиться в глубокий сон, он всегда будет бояться. В любой момент могут прийти вор и все украсть. Но свинья сказала, смотри, я сплю очень хорошо. оборона, ссоры. Свинья сказала, мы спорим друг с другом, и ты тоже. И ты, когда сражаешься с кем-то, то ты, там, дополнительные примочки используешь, пистолет, например. А когда мы ссоримся, когда мы сражаемся друг с другом, мы просто используем наши ноги. Я пытаюсь. сражаться с кем-то, когда мы сражаемся, с корков, мы просто используем наши ноги. Сражать с детьми. Сражать с детьми. Сражать с детьми. Но ты, власть, ты не можешь сражаться с другими. Сражать с детьми. Ты сражаешься, используя пистолет, и при этом убиваешь других. А четвёртая сексуальная жизнь, и адвокат сказал «ты не можешь сравниться в этом со мной», и он сказал «не». У меня всё нормально с этим, у меня очень красивая здесь жена. Но свинья сказала «не, послушай, сколько у тебя детей?» «Только один, а ну-ка посмотри, сколько у меня», свинья сказала «а у меня сколько?» Сколько детей у свиньи за раз рожают, по 10, 12, 15 поросят, а у тебя за всю жизнь, может быть, один быть или вообще не быть детей. Но твоя сексуальная жизнь не лучше моей, и каждый день я встречаюсь с новыми, свинками. у тебя за всю жизнь только одна жена. А у тебя за всю жизнь только одна жена. реклама. Это означает, что ты не лучше меня, не в еде, не во сне, не в обороне, не в размножении. Но человеческая жизнь означает, что человек означает, что тот, кто совершает Баджина Саддана, по отношению к Мишне, его жизнь успешна. Понимаете? Итак, мы обсуждали три места, где было рассказано Шимадбхагаватам. Адивешан, то есть первая, Наймишараня, на берегу реки Гамати, а третья – это Сута, Шаунакади, Самват. И тогда, как я сказал, Шаунакади Риши, рано утром, Брахмамахурту, они совершают свои обязанности в саду. Каков долг, который они делают рано утром? Это Ягья. А в Кали-югу Ягья – это Намасангиртана. Каждый день вы должны проводить огненное жертвоприношение, свахам. И что это за Ягья? Это огненное жертвоприношение, воспевание святых имен. Я сказала, что какой древний древний саду? Это делать саду, саду. Это делать саду, саду. И каждый день мы должны делать саду. А если у вас много коров, много гей, то вы тоже можете каждый день проводить огненное жертвоприношение, как наш Данди Махарадж в Бенгале. У него много коров, у него на ферме, там много брахмачарей. И каждый день, рано утром, понимаете? Полчаса они проводят огненное жертвоприношение, произнося мантры и свахам. Вы тоже можете. Кто ездил туда со мной? Там большой зал, храмовый зал, и посередине прекрасная кунда для огненное жертвоприношение. И каждый день после Мангаларати, все брахмачары садятся, Махарадж садится, и они возливают масло, проводя ягоды. Я спросил, что они делают, и ответили, каждый день, 30 минут мы проводим огненное жертвоприношение. Хорошо это или нет? Хорошо. Но самое лучшее – это намасанкиртана, потому что в этом стихе говорится «Кришнаварнам твиша Кришнам». Намасанкиртана. Намасанкиртана ягья, когда вы просыпаетесь рано утром, приняли вам омывение или нет, вы в чистом состоянии или нет, повитро или аповитро, тут же начинаете воспевать святы имена. «Кришна Кришна, Рэй Харит, Хэй Рамо, 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 Рэй Рамо». Итак, Жанна Кади Риши проводили ягью огненное жертвоприношение. Хорошо, пять минут. Еще послушай Хари Катхо, не уходи. Если не слушаешь Хари Катхо, я спрошу тебя, потом ты ничего не ответишь. Если не будешь слушать Хари Катхо, потом встанешь и скажешь «бон дия» или «бой ночи», то есть «добрый вечер» или «доброе утро». Добрый день, но это мирское обращение в Исаду, в Ишнава. Вы должны только лишь говорить Хари Кришна, и тогда все услышат этот трансцендентный звук. «Бон дия» — это мирское. Итак, слушай, ну еще пять минут, и я закончу. Итак, Жанна Катхо, когда они завершили огненное жертвоприношение, то в этот момент пришел Сутагасай Патхо. И когда туда пришел Сутагасай Патхо, все Рижимуни встали со своих асан. Это называется ведическая культура. Это правильный этикет. Если Гуру и Вашнава заходят, вы не должны сидеть, вы должны встать и сложить свои ладони, обратиться к Вагатам. Добро пожаловать! Итак, что случилось? Ну, что случилось? Какова культура, когда учитель заходит в класс, ученики встают или нет? Нет. То есть вы не выражали должного почтения учителя, и поэтому… И учитель тоже не учил своих учеников это делать. И учитель тоже не учил своих учеников это делать. Придная говорит, 40 лет назад было так, но сейчас все поменялось. Придная говорит, когда мой отец ходил в школу, все вставали, потому что больше и больше во влиянии Аккали сейчас. Бразильская, индийская культура одинаковая. Ну, вы просто забыли свою культуру. Потому что бразильская культура какая? Бразильская. Ну, вы забыли свою культуру, поэтому ничего не помните. Но, в таком случае, сытасы с потерпением, потому что их влияние в Калиуге. На самом деле, в Бразильской культуре, в Бразильской культуре, в Вриндаване. Что случилось, что мы просто забыли эту культуру, поэтому мы должны relembrar эту культуру ancestral. И тогда Риши Муни встали со своих асан, и тогда Сутагасвами пад, сел на прекрасном насидении, симхасане. Все Риши Муни расселись по своим местам, заняли свои места. И тогда Риши Муни, Шанагасвами Риши, спросили шесть вопросов у Сутагасвами пада. Сколько вопросов? Шесть вопросов. Первый вопрос такой. Что такое Шрия? Шрия, значит, лучшее. Что является лучшим для всех живых существ? На санскрите это называется Шрия. Второе. Они спросили, как атма всегда будет удовлетворена? Как наша атма всегда будет удовлетворена? Третий вопрос. Васудев, Бхагаван, Шри Хария. Почему он явился и зло на Деваке? Четвертый вопрос. Они спросили. Различные. Опиши, пожалуйста, различные. Лилы, различных аватар Господа. Пятый. Пятый. Кришна и Баладева. И Баладева Лила Кадха Киртан. А шестой вопрос, который мы спросили у Сида у Сутагасвами пада. Когда Кришна ушел из этого мира, материального мира, и наступила Кали-юга, то у кого живые существа могут искать прибежище? У кого найдут прибежище все живые существа? То есть, дхарму прибежище, у чихлотесных стоп найдут живые существа. Это шесть вопросов, которые мудрецы спросили у Сутагасвами пада. Итак, один вопрос. Как Атма всегда будет удовлетворена? Ну, довольна, рада. Как душа всегда будет счастлива? В этом вопросе Сутагасвами пада ответил. Вот это шлоки как раз. Савай, пумсан, пород гармон. Какого значения та шлоки? Какого значения та шлоки? Савай, пумсан, пород гармон. Савай, пумсан, пород гармон. Пумсан означает обусловленные души. Обусловленные души, они могут быть полностью удовлетворены, если не будут поклоняться Господа, который обладает бесконечной трансценетной любовью. А, кто это? Адхокшиджа, кто это? Адхокшиджа, кто это? Апракхидагьяна, это адхокшиджа, то есть означает тот, чье знание находится за пределами наших материальных чувств. То знание, которое является за пределами наших материальных чувств, это адхокшиджа. Это Вайкунхия Гьяна. Это знания Вайкунхия. Вы должны постичь пять видов знания. Какие пять видов знания? Кто знает? Протекшагьяна, протокшагьяна, парокшагьяна, апарокшагьяна и апракрита гьяна. Протекшагьяна. Протягча гена, сознание, которое мы постигаем с помощью своих матерных чувств, то есть своими глазами, своей кожей. Приходят знания или нет? Вы чувствуете холод, например. Как вы чувствуете холод? Посредством своей кожи, своими глазами вы видите, смотрите. Протягча гена, мы сменты эмпирикой. Мы чувствуем холод в нашей пели. Мы видим что-то в наших глазах. Протягча гена, это знание, не прямое, косвенное знание, знание о райских планетах. Вы не видели рая, но вы можете прочитать шастра о рае. Штурай, это такое замечательное место, и там всевозможность, как бы, вы можете там наслаждать свое чувство, как хотите. Вы там можете пить нектар, амриту, амритбоджан. И такого рода знание – это непрямое знание. Апарук шаггена – знание о брамане, брамагьяне, безличном брахмане. Апарук шаггена – это знание о безличном брахмане. То есть, те, кто хотят слиться с физическим браманом, когда они туда попадают, то там нет никаких чувств. Там нет ни счастья, ни несчастья. Четвертый вид знания – это знание о вайкунхе, о трансцендентном мире. Пятый вид знания – это апракрита-гена. В санскрите это означает, что выглядит как материальное, но нематериальное, это трансцендентное. Что это? Это глуха брендавана. Пятый вид знания – это пракрита-ген. В смысле, пракрита-ген – это материальное, но не имеет, это трансцендентное. Это знание о Голоке брендаване. Если вы праетесь на Голоке брендаване, вы видите, все то же самое, что здесь. Мужчины, женщины, коровы, собаки. Все как здесь. Выглядит так же. Но все их тела – это сад-читананда, исполненные в вечности знания и блажения. Все тела всех живых существ там являются сад-читананда. Они выглядят как обычные люди. Наши тела материальные, сделаны из пяти материальных элементов. Но их тела созданы из каких элементов? Трех. Это сад-читананда. Там также есть гопы, гопи, деревья, коровы, даже змеи, кошки, собаки. Все, что мы видим здесь в материальном мире, присутствует так же на Голоке брендаване. Но их тела созданы из трех элементов. Это сад-читананда. Это сад-читананда. Если вы туда отправитесь, то вы увидите, все, что вы видите здесь, там то же самое. Но здесь в перевернутом мире. То есть этот материальный мир – это перевернутое отражение Голоке брендавана. Это сад-читананда. То есть это сад-читананда. То есть это сад-читананда. Что это? Тат-падартагьяна, там-падартагьяна и джива-брама-эйкогьяна. То есть первое – знание о Господе, там-падартагьяна, знание о вашей душе. А третий вид знания – это джива-брама-эйкогьяна. Это знание о единстве души и Господа. Но это знание вы должны отвергнуть. То есть вот этот третий вид знания – единство живого существа с Господом. Вы должны отбросить это знание. Понимаете? Так, как говорится в этом стихе, «сава-пум-сам-пару-дхармо». Ваша атма будет очень счастлива, если вы будете практиковать шад-чудда-бхакти. Чистое преданное служение Господу. Итак, «сава-пум-сам-пару-дхармо» – «пару-дхармо» означает «лучшая дхарма», «савава». Что это? То есть ваше преданное служение должно быть направлено только лишь на вишну. И это бхакти должно быть «ахайтуки» и «апратихата». Бхакти означает «сава». «Ахайтуки» и «апратихата» – «бхакти» означает «савис». «Сава» – не просит ничего для себя. Она не продажная. То есть вы слушаете Гуру и говорите «Гуру, дай мне денег». Нет. Это не служение. Во многих храмах я видел, что пуджари получают зарплату от общества или от хозяина храма. Но это никакое не служение и это не бхакти. Многие люди служат Господу в храме и получают деньги. Но это не бхакти. Это относится к кармамаргу. Понимаете, что такое кармамаргу? Это путь кармы. Это вообще не бхакти. Если вы отправитесь в Индию, в огромные храмы, потому что богатые люди открывают их, они строят огромные храмы. Но где же найти пуджари? Поэтому они находят пуджари и каждый месяц платят им по 10-15 тысяч. Пуджари приходят и просто выполняют свою работу. Пуджи как работу. Это неправильный процесс. Это неправильно. Но кто будет осмотреть время? Мы же также контролируем пуджари, чтобы дурать на Деи дадь. Пуджар получил 10-15 тысяч рублей за месяц. Для того, чтобы дурать на Деи дадь. Но что пуджар не делает, не бхакти. Потому что он получил зарплату. Понимаете? Бхакти должно быть спонтанным. В нашей гудивашнанской системе, это означает, что пуджари ничего не платят. Если вы будете платить пуджари за плату, то он будет как наемник. Если вы плачете пуджари, то он будет как наемник. Бхакти должно быть спонтанно. Тогда я рассказываю эту историю про брахмачария, который все украл. из храма. Пришел домой и открывает. А там все украшения. Это бижутерия, дешевка. Расскажи эту историю. Таруни Копин на португальском рассказывает про одного пуджари, который постоянно служил, но не слушал харикатху. Не повторял свои имена и не слушал харикатху. Он подумал, я здесь служу как раб. Он не слушал харикатху, но не слушал харикатху. Он не слушал харикатху, но очень много чего. На самом деле люди были впечатлены с него. Но Гурдеву Шланарами Гуссамарад сказал, что это не так. Это было очень много времени. Он сказал, что он стал скрым в тему. Он стал скрым в тему, и он стал скрым в тему. Он стал скрым в тему. Он стал скрым в тему. И не только это. Он стал справедливости. Он стал страданием. Субтитры делал DimaTorzok В итоге украл украшения у божеств, пришел домой и думал, что это золотое украшение, оказалось дешевко, он хотел их продать и заработать, но ничего не смог. Итак, бхактия, это спонтанно, оно должно быть ахайтуки. Если вам платят зарплату, то это вообще не бхактия. Должно быть спонтанным. Ахайтуки. Ахайтуки означает «без всяких на то причин». Ахайтуки и апратихута. Апратихута означает «беспрерывное, безостановочное». Поэтому, как говорится в этом стихе, «совая пусом борода гормон». Ахайтуки и апратихута. И далее. Ахайтуки и апратихута. «Ятмосу прасидоки». Тогда ваше одно будет очень счастливо. Поэтому все должны практиковать какое бхактия? Шудда бхакти. Ахайтуки бхакти. Чистая, беспричинная, безусловная бхакти. И должны принимать махапрасад. И должны слушать мои наказания. Итак, принимайте прасад и потом поедем на следующую программу. Во сколько? В 11. В 11. В 11. Через 2 часа. Сейчас. Итак, приньте прасад и едьте уже. И не болтайте, не тратьте время. enaz. Анатолийский роман. В 11.